че-то ищет подожди подожди не пугай смотри над носом товороте или наш вчерашний день смотри когда учета ест не боится смотри то подожди не пугать его лёха ну давай живу приду просто посмотрим насторожился чаще стал дышать хорошо обалдеть красавец такой снизу заметьте у него шерсть шерстка такая колючки сверху они стоят ну как волосы просто волосяной волос потихоньку потихоньку превращается в иглы удивительно что создал господь то есть такой такой интересный носатый житель да заметьте он он не слова нервных он не слабых он достаточно серьезный мужчинка он может вам хищник он может напасть не смотри что это ешь колючий он вообще-то серьезный мужчина пошел там что червей ищет то есть вот чем он кормится вот он здесь в лесу что-то ищет вынюхивает целый день и этим кормится представляете нос заворачивать всякие там муравейники не знаю очень интересный персонаж но мы не будем его пугать мы просто за ним последним понаблюдаем ребята немножко смотрите ну конечно серьезный то есть в лесу везде опасность убийство еще что-то может быть я дурной человек то есть ведь дурных людей много леди джентльмены и обмориться топором на него пойду там еще поэтому должен остерегаться всякой лиса здесь волк то есть для него опасность не только человек для него много опасности и вообще в среде в этой где он живет он живет в лесу и он постоянно насторожен видеть он нюхает анализирует так что мешание хочет с ним сделать он либо с добром либо со злом пришел то есть он не знает он должен проверять он должен устраживать она должна себя охранять в ней защитные иголки при случае опасности он сразу же сворачивается в калачик но он ушел за сосну видите и готов уже скручиться в калачик то есть если приближусь ближе он будет скручиваться в калачик но я не буду ближе подходить я не хочу чтобы он превратился в калачик иначе он будет недвижим а я хочу чтобы видеть как он как он живет как он ходит его нос лапки его как он ведет себя в природе вот мне это интересно мне это больше интереснее же калачиком его катать там на ладони вот пробирается как он передвигается по лесу да то есть это все интересно мне это интересно я думаю каждому человеку тем паче тому кто только-только начинает изучать природу это было бы интересно очень детям каждому ребенку увидеть в живую в открытом вот таком вот лесу живого ежа заметно медведя лучше не встречать этих смотрят только по телевизору потому что одно дело ешь а другое дело косолапый тот-то брат может всяко если ты не серафим саровский то держись подальше а серафим саровский мы помним он кормил его с руки медведя почему потому что был исполнил святого духа серафим святой человек с богом жил был праведником святой человек поэтому всякое живое созданное богом ему не могло причинить никаких проблем то есть смотрите и что-то там тоже нашел рядом летать шмель и он постоянно в передвижении то есть заметьте человек купил в магазине наелся и лежит на диване попуг его извините за лексику а это должен трудиться он шмель съел ребят он шмеля этого съем даже шмелем и хоть бы что и носом не повел заметить нет носом то водит хорошо он шмеля то этого съел ну-ка давайте за ним посмотрим дальше он 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 Вот так вот. Какие ушки у него? Красивые ушки. Носик такой нюхает, внемлет. А брюшко такое, что волосатые. Интересный персонаж. Интересный зверёшек. Добрый житель лесной. Красота. Ладно, не буду я больше занимать. Пошёл. Куда-то пошёл. Ну ладно, он кормится. Весь день он ходит и кормится. У него задача одна. Он должен себя прокормить. Вот он ходит и всё время что-то ищет. Ему не до дивана, леди-жентльмены. Ему жрать надо. Его никто не кормит так, кроме Господа. Он всё время должен искать. Видите? И вот такая жизнь у лесного жителя, у любого. Если бы я стал лесным жителем, я бы тоже всё время думал об одном. Где пожрать? Что пожрать? Да ладно. Оставим его. Очистите. Чем? Подождите. Подъёмками. Видите? Замирает. Замирает, ждёт, что я буду делать. Атаковать или нет. Ладно, оставим. Доброе животное. Божественное создание.